Телеканал КРТ представляет Это были уже готовые преступники И они легитимизировались Один из них стал мэром столицы И его комбанда грабит Последние годы эту самую Бедную столицу, что, наверное, хуже Чем сейчас Киева не было никогда Второй пять лет Был президентом Выкачал из нее, по словам Американцев, 100 миллиардов Ну, не знаю, реально это, нереально По словам Жвании, 4 миллиарда Еще один был премьер-министром Отмечал Заработок 1 миллиарда После года, будучи на должности Премьера. Кстати говоря Надо отдать должное Нашему юморному народу Который Кругом пытается улыбаться Даже когда совсем грустно И вот фотография этого бывшего премьер-министра Сейчас по сети Гуляет И к белорусским постам ее часто цепляют И пишут так Братья сибры, братья белорусы Если услышите где-то куля в лоб Так куля в лоб Мочите, гада не жалея Ну, конечно, юмора хватает у людей Но это юмор грустный Потому что это все участники Развала страны Участники обеднения Украины Дикого, разорения Украины Еще один организовывал По свидетельствам Исполнителей И кровавые акты на Майдане И кровавые акты в Одессе Потом поруководил парламентом Но я к чему Вот это пришло к нам после Майдана Не хочу сейчас вас загружать цифрами Вы их отлично знаете Вы отлично знаете Что мы владеем цифрами И нам есть что и с чем сравнить И вам есть что и с чем сравнить Открываешь кошелек Сейчас И вспоминаешь, как было пять лет назад То же самое Холодильник То же самое Счет Все, все ясно Все понятно А еще на карту Украины смотришь Как она выглядела до И как выглядит теперь А еще смотришь на количество людей Которых стало На добрых 8 миллионов меньше Это только С момента Майдана Так вот Че хотите, белорусы? Я понимаю Лукашенко Который Спасает то И борется за то Что он не дал развалить 25 лет подряд Наверное, одна маленькая республика Не прошла то Что прошла Россия Что прошла Украина Что прошла Средняя Азия Точно так же После развала Союза Все погрузилось во мрак Но там был избран президент Который решил, что он Хочет оставить свое имя в истории Хорошо оставить И в Беларуси на сегодня Работает БелАЗ Каждая третья Большегрузная машина в мире Там произведена Беларускалий Это калийные удобрения Вообще Это одна из основных статей дохода Беларуси Классные машины МАЗ Минский Автомобильный завод Тракторы Нормальные Хорошие Надежные Металлозавод Автомобильные шины Белшина Бензин Приезжайте на заправку Че спрашиваете Да, украинцы Бензин чей Если говорят белорусский Смело можно заливать Потому что он качественный Бензин Нафтан Болот Не сталкивался Это А Шасси, да Понятно Для узброения Холодильники Атлант Люди хвалят По десятку лет служат Цены в 2-3 раза меньше Самсунгов Прекрасно работают Электротранспорт Я уже неоднократно говорил Прекрасные Электробусы Катаются по Минску Это кайф Наблюдать это Так они их экспортируют За рубеж еще Говорят, что в стране Нет инвестиций Парк высоких технологий Основатели парка Компании С 67 Стран Мира Больше 90% Произведенного здесь Программного оборудования Идет на экспорт В США Канаду Европу СНГ Я думаю, что этот список Можно продолжать И это то, что было первое Подхвачено Государством Не раздано Олигархам и прочим Жуликам Как в Украине Не распилено на металл Не распродано иностранцам Оно осталось Возобновлены мощности А потом многократно Увеличены Усилены Модернизировано Производство И они стали Конкурентами На мировой арене Лукашенко правильно Говорит Когда с толпой Разговаривают Он говорит Вы поймите Каждый день Простое Вашего предприятия Вашего Нашего Нам аплодируют все Американцы Немцы Русские Всех Все Потому что Он так говорит Мы конкуренты Мы уйдем с рынка Кому лучше От этого будет Я понимаю Что он за это переживает Потому что Это создано было Благодаря его усилиям Это есть у вас Сегодня Беларусы 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 Продолжение следует...